Описание культуры. Селекционерами выведено большое разнообразие видов и сортов тутовника. Высота дерева может колебаться в пределах 15-30 метров. Некоторые виды могут вырастать до 45 метров. Продолжительность их жизни достигает 400 лет. Отличительной особенностью шелковицы является то, что на одном дереве могут развиваться цветки мужского или женского типа. Встречаются также виды, на которых формируются цветки двух полов одновременно. Шелковица на Урале и кора на штамбе может быть бурого цвета с серебристым оттенком. Ветки по отношению к стволу расположены под углом 50 градусов. Зеленые яйцевидные формы листья окантованы мелкими зубчиками. Их тыльная сторона покрыта легким пушком. На заметку, пока дерево не станет взрослым, определить его половую принадлежность практически невозможно. Период цветения тутовника наступает в средине весны. Небольшие белые или розовые цветки собраны в соцветия сережки или кисти. Урожай поспевает в средине лета. Ягоды внешне похожи на ежевику, а не фиолетового, розового или белого цвета. Они состоят из большого количества гранул, которые срослись между собой. Длина ягод может быть от 2 до 5 сантиметров. Из ягод шелковицы готовят сок, варят компоты и варенье. Они обладают низким уровнем транспортабельности и коротким сроком хранения. Выращивание и уход за шелковицей в Сибири не вызывает особых затруднений, ведь родиной растения является Дальний Восток. Интересно. Известно более 17 видов тутовника, которые стали основой для выведения более 500 сортов растения. Самыми распространенными видами считаются такие тутовник белый, виктория, луганочка, белая нежность, шелковицы черная, черная баронесса, смуглянка, хартут. Листья, кора и корни шелковицы содержат такие компоненты, смолы, дубильные вещества, кислоты, медь, фосфор, флавоноиды, цинк. В ягодах тоже обнаружено большое количество полезных веществ, антиоксиданты, тиамин, аскорбиновая и фолиевая кислота. Ветви растения, его корни и кора применяются для изготовления дорогостоящих тканей. Ягоды шелковицы обладают патагонным противовоспалительным и диуретическим эффектом. Отвар из ягод тутовника оказывает хороший эффект при лечении простудных заболеваний, диареи, запоров и бронхиальной астмы. Антиоксиданты оздоравливают сосуды человека, укрепляя их стенки. Сок тутовника полезно употреблять людям, страдающим от гипертонии или нарушения функционирования сердечно-сосудистой системы. Важно! В ягодах темного цвета антиоксиданта содержится больше, чем в светлых. Разные виды шелковицы могут иметь крону разнообразной формы, пирамидальной, шарообразной, колоновидной. Это позволяет применять деревья тутовника в качестве декора территории. Шелковица на Урале и посадка и уход. Шелковица на Урале прижалась так же хорошо, как и в Адмосковье, Барнауле, Приморском крае, а также в Нижнем Новгороде. Растет ли шелковица в Башкирии? Да, климат этого региона схож с условиями Подмосковья. Чтобы вырастить в открытом грунте шелковицу в Сибири, необходимо обратить особое внимание на выбор сорта дерева. Он должен обладать морозостойкостью и зимостойкостью. Саженить шелковицы как посадить шелковицу. Выращивать шелковичный сад можно как из семени, так и из саженца. Семена можно сажать весной или осенью. Их предварительно необходимо обработать стимулятором роста. Благодаря этому они прорастут намного быстрее. Ускорить процесс прорастания также можно в результате замачивания на сутки попеременно в холодной и в теплой воде. Для посадки семян лучше выбрать светлое место без сквозняков. Что касается почвы, тутовник будет лучше расти на суглинистых или супесаных грунтах. Если на участке песчаная земля, дерево будет образовывать большое количество предаточных корней, которые способствуют закреплению песка. Важно! Растения также можно сажать и на засоленных почвах. Перед тем, как вырастить шелковицу, семенами в земле нужно проделать борозды глубиной не больше 5 сантиметров. Семена тутовника довольно мелкие, но несмотря на это их высеивают редко. Высевать семена рекомендуется во влажную почву. После появления всходов их необходимо прорядить. Расстояние между молодыми растениями должно быть в пределах 3-5 метров. В противном случае рост корневой системы взрослых деревьев будет затруднен, что негативно скажется на урожайности. Через 4-5 лет можно собирать первый урожай. Выращивание и уход за шелковицей белой в Сибири практически ничем не отличается от агротехники других регионов, разве что начинать. Нужно с высадки саженцев дерево весной. Для выращивания саженцев шелковицы нужно выкопать посадочную яму 50 х 50 сантиметров. Извлеченную при выкапывании ямы землю смешать с перегнуем или перепревшим компостом, добавив в смесь калинофосфатное удобрение либо суперфосфат. На дно ямы выложить слой щебенки, хорошо его утрамбовав. Толщина слоя должна быть не больше 20 сантиметров. Он будет выполнять функцию дренажной системы. Важно! Дренаж – необходимые условия, так как деревья плохо переносят заболоченность и высокую влажность. Поместив саженец тутовника в осадочную яму, его корни нужно аккуратно расправить и присыпать подготовленной почвенной смесью. Коневая шейка деревца должна быть расположена на высоте 5-6 сантиметров от уровня земли. После этого саженец поливается отстойной теплой водой, а околоствольный круг мульчируется. Для этого можно использовать древесные опилки или хвую. Таким образом удастся сохранить влажность грунта на несколько дней. Как ухаживать за шелковицей? Этот вопрос возникает у многих начинающих садоводов. Уход за шелковицей заключается в правильном режиме полива, формировании крона и подкормки дерева. Опытные садоводы рекомендуют поливать шелковицу до 5-6 летнего возраста. Если на участке песчаная почва, полив осуществляется каждую неделю. При этом под одно дерево необходимо вылить около 16 литров жидкости. Если дерево растет на глинистом грунте, полив выполняется умеренно, иначе не избежать развития процесса гнения корней. К средине лета шелковица успевает волной меренно питаться влагой. При этом происходит замедление вегетационного процесса, что не требует большого количества воды. Начиная с этого периода полив дерева можно прекратить. Важно! Отказ от полива обеспечит защиту шелковиц от зимних холодов. Плакучий видутовник и плохо реагирует на чрезмерное количество азотных удобрений. Весной деревья рекомендуется подкормить раствором мочевины. Такая корневая подкормка обеспечивает защиту растений от развития личинок вредных насекомых, а также даст дереву дополнительные силы для формирования плодов. Перед началом периода цветения в почву вносится суперфосфат. Если почва на участке недостаточно плодородна, нужно каждые 30-40 дней вносить органические удобрения. В качестве подкормки может быть использован перегной или компост. Чтобы обеспечить надежную защиту дерева шелковицы, а поражение паразитами плодовых деревьев, дважды в год его необходимо обрабатывать фунгицидами, либо инсектицидами. Суперфосфат, чтобы дерево имело привлекательный вид, а урожай на нем был обильным, не обойтись без формирования кроны. Начинать обрезку рекомендуется через 2-3 года после посадки на постоянное место. При выполнении санитарной обрезки удаляются сухие и поврежденные ветви. Так как зеленая масса шелковичного дерева растет довольно быстро, при обрезке удаляется в среднем третья часть кроны. Выполнение обрезки у деревьев разных сортов имеет некоторые особенности, например, у штамбового вида тутовника кроне поддерживается. Форма шара, который расположен на голенном штамбе в виде шапки. У плакучего тутовника крону необходимо периодически прореживать. При этом удаляются сухие и поврежденные или слабые ветви густой кроны. Обратите внимание, если ветки были обрезаны слишком сильно, за короткое время ее зеленая масса нарастет снова. У декоративных видов шелковицы кроне придается форма шара, пирамиды или конуса, а нижняя часть штамбы оголяется на высоту до 2 метров. Общие рекомендации по формированию кроны. Для обрезки нужно использовать чистые инструменты, на которых нет ржавчины. Необходимо придерживаться установленного срока обрезки. В оперативном случае получить желаемый результат не удастся. Процедуру нужно выполнять аккуратно и внимательно, дабы не удалить здоровую и сильную ветку. Срезы не обрабатывать садовым варом или краской на основе олифы. Это может замедлить процесс заживления места среза. Тутовое дерево рекомендуется готовить к зиме. Для этого его ствол обматывается мешковиной или специальной тканью. Раскидистые ветки аккуратно пригибаются к поверхности почвы и закрепляются там. Перед заморозками их нужно прикрыть опилками, лапником или слоем грунта. Таким образом крону удастся защитить от морозов. Посадив дерево на своем участке, соблюдая правила посадки и ухода за шелковицей, тутовником можно обеспечить семью полезными и вкусными ягодами с минимальными затратами времени и сил.